Итак, я подхожу к заключительному этапу относительно интимной жизни мужа и жены. Есть еще один грех, который многие христианские семьи совершают, и это грех планирования деторождения. Этот грех не всегда относится к непотребствам, потому что иногда муж и жена просто избегают интимного контакта на время. Хотя, несомненно, иногда некоторые избегают зачатия детей тем, что они прибегают к непотребству. Не каждая семья, которая планирует детей, занимается так же и непотребством, но каждая семья, которая занимается непотребством, планирует детей. Итак, апостол Павел в послании к римлянам, глава 12, стих с 1 по 2, пишет следующие слова. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. У Бога для нашей жизни есть воля благая, угодная и совершенная, которую мы должны познавать. А теперь мы должны задать себе вопрос, а на какие сферы нашей жизни эта воля Бога распространяется? Иногда можно услышать от некоторых проповедников красноречивые проповеди о воле Бога для нашей жизни. Проповеди о том, как Бог хочет помочь человеку провести его через трудности, приготовить его для некоего великого служения, ссылаясь на такие примеры, как Иосиф и так далее. Они скажут вам, у Бога есть план на вашу жизнь. А если вы скажете таким людям, а как насчет того, что у Бога есть план на то количество детей, которых Он хочет вам дать, то тут они сразу дают задний ход. Они скажут вам, а где это написано в Библии? Другие скажут, если я решу съесть яблоко, то я ведь не ищу воли Бога, сколько яблок мне съесть, одно или два. Так как если бы у Бога был план для меня, сколько яблок Он для меня предназначил съесть. То есть не везде воля Божья распространяется на мою жизнь. Есть то, что Бог отдал в наши руки, в конце концов, мы ведь не животные, у нас есть разум. Таким образом, для таких людей, у которых есть разум, вопрос деторождения то же самое, что и вопросы типа, одно ли яблоко мне съесть или два. Третьи говорят, однозначно у Бога есть план на то, скольких детей Он хочет нам дать. Он нам открывает в духе, скольких детей Он хочет нам дать, и в соответствии с этим мы живем. Он открыл нам волю на двоих детей, мы родим двоих детей. Тогда эти люди начинают искусственно избегать зачатия до тех пор, пока Бог якобы не откроет им волю на третьего ребенка. И они снова перестают искусственно избегать зачатия, чтобы зачать третьего ребенка. На самом деле они сами решают, сколько и когда рожать детей, но скрывают это под волей Божьей. Итак, начиная с вопроса «А где это написано в Библии?», я бы хотел ответить встречным вопросом «А где это не написано?». Однажды Иисус сказал такие слова «В законе что написано?» «Как читаешь?». Дело не в том, что это не написано, а в том, что люди не способны этого увидеть, или точнее, не хотят. Давайте начнем с тех же слов Павла о воле Божьей, которую мы должны познавать. Ровно перед этим в первом стихе Павел говорит «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, богоугодную Богу». То есть, две важные детали. Во-первых, мы должны отдать Богу свои тела, не часть тела, но все тело. Во-вторых, сказано «предоставить тело в жертву Богу». Жертву обычно убивали и сжигали, то есть с ней делали то, что она не хотела для себя, но то, что хотел для нее ее господин. Таким образом, Павел говорит, что воля Божья в нашей жизни распространяется на все сферы нашей жизни, так как мы не свои, но рабы Христовы. И подобно тому, как тело раба принадлежит господину его, и подобно тому, как жертвенное животное принадлежит полностью господину его, так и мы во всем принадлежим Богу. Все это говорит о том, что семя мужчины и чрева женщины принадлежат Богу, это его собственность. А если это его собственность, то у него должна быть воля относительно своей собственности. Добавьте к этому еще и факт, что в момент зачатия ребенка, это именно Бог дает дух этому ребенку, что свидетельствует о том, что деторождение без Бога и в принципе невозможно. Вы можете съесть яблоко без Бога, но вы не сможете родить ребенка без Бога. Поэтому, если тела наши принадлежат полностью Богу, и это именно Бог дает дыхание жизни ребенку, то сказать, что у Бога нет своей воли относительно количества детей, которых Он хочет нам дать, будет более чем абсурдно. Это все понимали истинные семьи Божии, потому мы и можем увидеть на страницах Писания многократные примеры, которые указывают нам на то, что никто из истинных людей Божьих не занимался планированием детей. Примеры, которые указывают нам, что у Бога есть своя воля относительно деторождения в каждой семье. Для начала надо понять, что примеры, оставленные нам в Библии и в наставления, чтобы мы посредством их делали определенные выводы, или, как говорит Павел, все это происходило с ними как образы, а описано в наставления нам, достигшим последних веков. В других местах апостол Павел выстраивает целые доктрины только из описаний, которые происходили с теми или иными людьми. Например, читая историю Мелхиседека, он делал выводы, а потом выстраивал догму и так далее. Да, я убежден, что послание к евреям написал Павел, но не в этом суть сейчас. Итак, наблюдая на страницах Писания за жизнью мужей и жен Божьих, мы можем сделать определенные выводы относительно того, во что они верили, как поступали, как с ними поступал сам Бог и что он этим хотел сказать. Я приведу несколько таких примеров. В 1 царств, глава 2, стихи с 20 по 21 написано. «И благословил Иллий и Еликану и жену его, и сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». «И пошли они в место свое». «И посетил Господь Анну, и зачла она и родила еще трех сыновей и двух дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа». «Мы все знаем историю Самуила. Чрево Анны было закрыто. Анна не была беззаконница, а потому ее чрево не было закрыто, как наказание от Бога. Но Бог в определенный момент, после того, как он добился от Анны того, что он хотел, он открывает чрево Анны, и она зачинает Самуила. А теперь вопрос, кому принадлежит чрево женщины, самой женщине или Богу? Если чрево женщины во власти женщины, то Бог не должен вмешиваться в этот процесс, закрывать чрево, открывать чрево. Но закрывая чрево, а потом открывая его, он тем самым говорит, я контролирую процесс деторождения. Кем был запланировал Самуил, Анной или Богом? Очевидно, что Богом, а потому он активно и вмешивается в чрево женщины в процессы деторождения. Или, как сказал Павел, «Тела наши должны быть отданы в жертву Богу, потому что у него планы для наших тел». Далее, после того, как Анна родила Самуила, сказано, «И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей». Наверняка, после того, как Анна родила Самуила, долгожданного ребенка, она решила, что хочет только еще пятерых детей и не больше, не так ли? Или же она родила пятерых детей, потому что посетил ее Господь и открыл ей чрево для пятерых детей? Если у Бога был запланирован Самуил, и в свое время Господь посетил Анну, открыв ей чрево для Самуила, то не разумнее ли сказать, что это также относится и ко всем пятерым детям Анны? Господь посетил Анну, и она родила еще пятерых, или по-другому, Он открыл ей чрево исключительно для пятерых детей, потому что именно такое количество детей Он ей предназначил после рождения Самуила. Более того, даже полребенка – это сугубый выбор Бога, как сказано, родила еще трех сыновей и двух дочерей. Бог знает точное соотношение между братьями и сестрами, которое должно быть в каждой семье. Я приведу еще один пример Божьей семьи, который показывает нам, насколько педантичен Бог в планировании деторождения. Бытие, глава 22, стих 35, написано. «И еще зачала и родила сына, и сказала, «Теперь-то я восхвалю Господа», посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рожать». История семьи Иакова является красноречивой историей педантичности Бога в вопросах деторождения. Лия и ее сестра Рахель конкурируют между собой, кто больше родит детей для Иакова. Другими словами, в их планах не входит избегание зачатия. Напротив, как можно больше зачатий – вот чего они хотят. Для того они даже отдают и своих служанок Иакову. И вот после того, как Лия рождает очередного ребенка, четвертого по счету, то есть Иуду, сказано, что она перестала рожать. Но самое интересное – это то, что уже в следующей главе написано так. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. Другими словами, Лия не по своему желанию перестала рожать, но Бог после четвертого ребенка закрывает чрево Лии, а затем в определенный момент снова открывает ее чрево, и она рождает пятого ребенка. Это ясное указание на то, что Бог не только решает, сколько детей должна иметь каждая мать, закрывая и открывая ее утробу, но даже решает, сколько времени должно пройти между первым и вторым ребенком. Или в случае с Лией – между четвертым и пятым ребенком. Обратите внимание, как Бог все просчитывает до мелочей в Божьих семьях. Он решает количество детей, Он решает соотношения между братьями и сестрами, и Он решает промежуток времени, который должен быть между рождением одного ребенка и второго. Бог крайне педантичен в планировании деторождения в Божьих семьях, у Него расписан план до мелочей. Но этот план не состоится, если Божьи люди не отдадут тела свои в жертву Богу. Семья Иакова и Анны явно не занимались избеганием зачатия, но рожали всех детей, которых для них предназначил Бог. Теперь, почему Бог настолько скрупулезно планирует рождаемость в истинных Божьих семьях? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я прочитаю Псалом 126. Написано, Песень восхождения Соломона Если Господь не созеждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Обратите внимание, дети приравниваются к стрелам в руке сильного. Другими словами, дети – это орудие воина. Блажен человек, который наполнил колчан свой стрелами. А теперь представьте себе следующую картину. Воин идет на войну, он берет свой колчан, но не кладет туда вообще никаких стрел. Или же не наполняет колчан всеми стрелами по вместимости колчана. Положил туда две-три стрелы, условно говоря, и пошел на войну. Как вы думаете, насколько благоразумно поступает такой воин? Представьте себе, что на него надвигается один враг. Он достает свою стрелу и поражает ею своего врага. На него надвигается второй враг, он достает вторую стрелу и поражает ее врага. И вдруг на него надвигается третий враг. Он обращается к своему колчану, а там больше стрел нет, и враг поражает этого воина. Понимаете? Стрела – это орудие войны, это орудие избавления от врага. Войн, который идет на войну, не взяв с собой все стрелы по вместимости колчана – глупый воин. А теперь давайте перенесем этот прообраз в нашу бытовую жизнь. Бог знает, что каждую Божью семью ждет впереди. Какие жизненные ситуации, какие трудности, какие испытания, какие нападки со стороны врага и так далее. Для некоторых из этих жизненных ситуаций Бог приготовил стрелы избавления, детей, через которых решится та или иная проблема. И вот Бог видит, что семью Петровых, скажем так, ждет семь сложных жизненных ситуаций. Бог запланировал дать им колчан вместимостью в семь стрел, но они решили наполнить его только тремя стрелами. То есть, в их колчан по Божьему плану должны вместиться еще четыре дополнительных стрелы. И вот, проходят года, подходит жизненная ситуация, где должны будут использованы эти стрелы избавления, но часть из этих стрел отсутствуют, так что эти жизненные ситуации поражают семью. Эти поражения могут выразиться множествами разными способами, от жизненных неустройств и беспорядка до гибели души. Бог знает, какие враги ждут семью, и Он подготавливает стрелы. Итак, для каждой Божьей семьи. Одной семье Он предназначил колчан в две стрелы, другой семье Он предназначил колчан в семь стрел, а третий, может, в пятнадцать стрел. Каждому свой колчан по своей вместимости, который должен быть наполнен полностью стрелами избавления. Приведу пример из Библии. Бог закрыл чрево Рахиле так, что она не могла рожать детей, хотя сама она хотела детей и, видимо, много. В определенный момент Он открывает ей чрево, и она рожает Иосифа. То есть, Иосиф родился не потому, что так планировал Рахиль, но потому, что так планировал Бог. От момента, когда рождается Иосиф, и до момента, когда наступает великий голод, проходит тридцать семь лет. Это именно Иосиф стал стрелой избавления в колчане Иакова. Это он спас их жизнь от голодной смерти. Но кто запланировал появление этой стрелы избавления? Это был не Иаков, а Бог. Некоторые христиане, которые предохраняются, живут и думают, что у них все хорошо. Проходят года за годами, и все нормально. Так они мыслят, потому что очень часто они близорукие. Вдумайтесь только в это. Бог запланировал рождение Иосифа, потому что Он знал, что через тридцать семь лет от Его рождения будет великий голод. Понимаете? Люди не знают, что с ними будет завтра, а Бог знает, что с ними будет через тридцать семь лет. Потому Он заранее готовит стрелы избавления. Теперь в связи с этим я хочу прочитать еще одно местописание в Исаии. 49 глава, стихи с первого по третий. Там написано «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Обратите внимание, Израиль – это стрела избавления в колчане Бога. Это говорит нам о том, что колчан, который наполняется стрелами, в первую очередь принадлежит не самой семье, но Богу. Это Божий колчан. Поэтому и неудивительно, что Бог планирует, сколько стрел должно быть в каждом колчане. Иосиф был стрелой избавления в колчане Иакова, точно так же, как он был и стрелой избавления в колчане Бога, потому что колчан Иакова принадлежал Богу. Все это говорит нам о том, что христиане, которые не рожают всех тех детей, которых для них предназначил Бог, тем самым обкрадывают колчан Божий. Вдумайтесь в это. У каждого царя есть свое войско. Будет ли царь благоволить к воинам, которые решились пойти вместе с ним на войну с полупустыми колчанами? Я думаю, что нет. Понимаете? В этом мире идет война за души человеческие, и Богу нужны стрелы избавления, через которые он прославится и будет спасать души других людей от врага, от душ человеческих. У Бога каждый колчан на учете, потому что это его колчаны. И он не будет благоволить глупым воинам, которые обкрадывают его колчан. В конечном итоге пострадают только эти глупые войны, потому что у Бога есть другое верное ему войско, которые наполняют свои колчаны всеми теми стрелами, которыми они должны наполнить по воле царя. И через них Бог исполнит полную свою волю. Иногда некоторые христиане говорят, что много детей это тяжело, неудобно и так далее. Представьте себе воина, который решил не наполнять свой колчан всеми стрелами, потому что ему тяжело нести полный колчан. Как вы думаете, это оправданная причина для война? А как насчет царя, который узнает, что его воин идет на войну вместе с ним с полупустым колчаном, потому что воин решил облегчить свое вооружение для своего удобства? Будет ли царь благоволить к такому воину? Кто служил в армии, знает, что иногда солдатам приходится брать на себя обмундирование в общей сложности на 40 килограмм и так идти десятки километров до пункта назначения. Это тяжело, но это необходимость. Когда надо выполнить определенную задачу, поставленную высшим руководством, то для этой задачи берется не то, что хочется, а то, что нужно. Берется все необходимое, каждый килограмм подсчитан, каждая деталь на своем месте. Люди, которые боятся выгореть, если они родят всех детей, которых для них предназначил Бог, тем самым свидетельствуют о себе, что они, во-первых, не доверяют Богу, во-вторых, эгоисты, потому что их желания и потребства стоят на первом месте, их собственная воля – это центр вселенной. Естественно, что дети, которые рождаются, их надо воспитывать. Но тут не имеет значения, одного ли ребенка вы родили или десять, потому что можно родить даже одного и его не воспитать. Поэтому количество детей не имеет значения, но то, что имеет значение, это то, что находится в сердце у родителя, который воспитывает этих детей. Родитель, который говорит, что он не сможет воспитать как надо десять детей, если они у него родятся, тем самым свидетельствует, что он не сможет воспитать и одного ребенка как надо, если он у него родится. Относительно же вопроса обеспечения, то тут все просто. Если Бог вам предназначил определенное количество детей, то он позаботился и об обеспечении этих детей. Или, как сказал однажды Давид в 36-м псалме в 25-м стихе, «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Но тут есть условие, надо быть истинным праведником. Теперь возвращаюсь немного назад к прообразу война. Если кто-то захочет сказать, что Давид снял с себя обмундирование Саула, «Потому что ему было неудобно», то я отвечу, что на Давиде на тот данный момент было все нужное и предназначенное ему Богом обмундирование, и им он одолел Голиафа. Понимаете? Люди страшатся, что у них будет 10-15 детей, если они не будут предохраняться. Но это не так работает. Бог дает для каждого свое обмундирование и свой колчан по своей вместимости и в то время, которое он выбирает для них. Если Бог предназначил вам родить исключительно одного ребенка, то вы родите одного за всю свою жизнь, даже если вам захочется 20. И у Иосифа было всего два ребенка. Как вы думаете, почему? Наверняка он сказал своей жене, «Послушай, любимая, теперь я большой человек, у меня большая карьера, и чтобы сочетать карьеру с воспитанием детей, то мы родим всего два ребенка». Это он сказал ей, не так ли? Или, может, потому что так решил Бог, так как они должны были составить два колена в Израиле? У кого есть разум, тот поймет. Некоторые люди в оправдании себе говорят, «А как мы узнаем волю Бога относительно того, скольких детей Он для нас определил? Ведь стопроцентную волю Бога никто не знает, а потому не надо нам навязывать эти цели». Таким людям я отвечу следующим местом Писания. Четвертое царств, глава 13, стихи с 17 по 19. И сказал, «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей, «Выстрели». И он выстрелил. И сказал, «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в офеке в конец». И сказал Елисей, «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю Израильскому, «Бей по земле». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, «Надобно было бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только три раза поразишь сириян». Обратите внимание, Елисей говорит царю Израильскому бить стрелами по земле, однако не говорит ему, сколько раз бить. После того, как он ударил три раза и остановился, Елисей разгневался. А теперь вопрос, за что он разгневался на царя, если он так и не сказал ему, сколько раз ему надо было бить? Получается, некая несправедливость, не так ли? На самом деле не так, потому что в действительности гнев Елисея был оправдан. Елисей сказал ему бить, и царь Израильский должен был бить до тех пор, пока Елисей не сказал бы ему «достаточно». Царь Израильский не должен был знать точное количество раз, сколько ему надо было бить. Все, что ему надо было, это бить до тех пор, пока его не остановил бы пророк. Так действует Бог. Бог открывает чрево женщины и дает беременность, и он не говорит, скольких детей он вам определил. Все, что вы должны знать, это то, что чрево до сих пор открыто, а значит, Бог хочет продолжать давать детей. И вы должны наполнять колчан стрелами избавления до тех пор, пока Бог не скажет «достаточно». А как мы узнаем, что он сказал «достаточно»? Очень просто, по многочисленным примерам в Библии, он дает это знать через то, что он просто закрывает чрево женщины. Поэтому те, кто говорят, что они не знают волю Бога относительно точного количества детей, которых для них определил Бог, а потому сами планируют деторождение, эти люди не оправдаются перед Богом. Напротив, Бог разгневается на них за то, что они начали и остановились, не добив до конца. Более того, такие люди не будут иметь успеха в своей жизни там, где они должны были бы его иметь, подобно тому, как царь израильский не имел окончательного успеха против сириян. Итак, я бы хотел затронуть еще один аргумент тех, кто сами планирует деторождение. Они говорят «а как насчет женского здоровья?» Более того, некоторым женщинам беременность противопоказана, так как она опасна для их жизни. «Бог дал нам разум, мы не должны совершать самоубийство», говорят они. Отвечая на это, я хочу привести вам один неудобовразумительный пример. Бытие, глава 35, стихи с 16 по 19. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отец его назвал его Вениамином, и умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Рахиль долгое время была бесплодна, и Бог открыл чрево ее, и она родила Иосифа. Как сказано, «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Бог, который ранее отверз утробу Рахили и дал ей Иосифа, очевидно, делает это в очередной раз. Но вот только рожая Вениамина, она умирает. А теперь вопрос. Разве Бог, который отверз ее утробу, чтобы она зачла Вениамина, не знал, что она умрет? Конечно, знал. Вениамин входил в планы Божии, как тот, кто должен составить одно из двенадцати колен, и Бог решил исполнить этот план через Рахиль, которая умерла, рожая его. Фактически, у Бога был план не только для Вениамина, но и для Рахили, и он заключался в ее смерти. Это неудобно вразумительное для некоторых, но это факт. Бог забирает некоторых жен через беременность, и только Бог знает, почему и зачем. Бог спокойно мог бы дать силы Рахили перенести эти роды, как написано в Исаии, глава 66, стих 9. «Доведу ли я до родов и не дам родить?» – говорит Господь. «Или, давая силу родить, заключу ли утробу?» – говорит Бог твой. «Бог тот, кто доводит до родов. Бог – тот, кто дает силы женщине родить. Бог – тот, кто открывает утробу. Это все Бог делает. Поэтому Бог мог бы спокойно дать силы Рахили перенести эти роды, но он этого не сделал, а значит, так он хотел. Женщина может быть полностью здоровой, но если Бог решит, что он хочет забрать ее во время родов, то так и будет. И, напротив, у женщины может быть плохое здоровье, но Бог даст ей сил во время родов и сохранит ее. Все в первую очередь зависит от Бога. Я слышал одно свидетельство, где одной христианке было противопоказано врачами рожать детей, так как для нее это было смертельно опасно. Но она, будучи верной христианкой, не занималась планированием детей. Когда она забеременела, врачи предлагали сделать ей аборт, потому что в противном случае она могла бы умереть во время родов. Но она не согласилась и родила здорового ребенка благополучно. Потом она забеременела еще раз, и врачи снова настаивали на том же, чтобы спасти ее жизнь. Но она снова родила благополучно. Так врачи говорили ей после каждой беременности, и таким образом она родила 12 детей. Понимаете? Последнюю точку ставит во всем Бог. Все, что нам надо, это отдать наши тела в жертву Богу. И если Бог захочет, то для своих целей Он откроет чрево жены даже и в 90 лет, подобно тому, как это было у Сарры. Итак, очередной аргумент в защиту планирования деторождения гласит, Бог установил закон сеяния и жатвы, то есть и в миру дети рождаются. Поэтому если и среди неверующих детей рождаются, то речь не идет о божественном планировании деторождаемости, но это просто закон сеяния и жатвы, который действует идентично, как и среди неверующих, так и среди верующих. Люди, выдвигающие этот аргумент, упускают пару деталей. Во-первых, планы Бога на верующих и неверующих разнятся. Бог не требует от неверующих того, что он требует от верующих. Божий план для неверующих заключается в их покаянии. Тогда как человек верующий – это тот человек, кем Бог хочет воспользоваться, дабы воплотить свои планы в реальность. Верующий человек, который отдал свое тело в жертву Богу, становится храмом Бога, чего нельзя сказать о неверующих. Храм Бога всегда являлся собственностью Бога, а потому Бог и регулирует в своем собственном храме процесс деторождения, открывая или закрывая чрево женщины, о чем нам свидетельствуют многочисленные примеры. Дети в верующих семьях – это не просто результат закона сеяния и жатвы, но это результат Божьего плана. Это результат прямого Божьего вмешательства. В послании к римлянам, глава 9, стихи с 7 по 9. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Исаак родился у Авраама, потому что таков был план Божий, и в свое время он открыл чрево у Сарры. Исаак – это дитё обетования. Для чего Бог оставляет нам эти примеры? Для того, чтобы показать, что для верующих семей у Бога все расписано. Дети, рождающиеся внутри законного брака верных христиан, это в первую очередь дети обетования, те дети, которых предназначил для них Бог. Это именно то, что отличает верующих от неверующих. Неверующие рождают плотских детей, а верующие – детей обетования, через которых Бог хочет прославиться. Во-вторых, закон сияния и жатвы, которые действуют среди неверующих, также подчинен воле Вожьей. Бог, поставляя этот закон, не ушел в сторону, но он продолжает контролировать его для своих собственных целей. Вот о чем идет речь. Далее в той же главе, но уже в стихах с 17 по 22 Павел пишет. «Ибо Писание говорит фараону, «Для тебя самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто? Человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить свое могущество, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Другими словами, рождение фараона – это не просто закон сеяния и жатвы. У Бога был план не только для божьего народа, которого он хотел избавить от рабства, и потому запланировал в нужное время рождение Моисея, но и для самого фараона у него был план, а потому и позволил ему родиться. Это подобно тому, как Бог запланировал рождение Исава, хотя он расценивался Богом, как плотское дитя. Ревекка долгое время не могла рождать, но в определенное время Бог открывает ее чрево, и она рожает детей, как сказано, а слово обетование таково. В это же время приду, и у Сарры будет сын. И не одно это, но так было с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Таким образом, получается, что Бог открыл чрево Ревекки для того, чтобы она зачала, а она же в свою очередь зачала близнецов. Это не то, что Иаков дитю обетования, а Исав просто вкрался в чрево своей матери в то время, когда она была беременна Иаковом. Нет, но Бог, открыв чрево Ревекки, дал ей близнецов, и об одном из этих близнецов он сказал, «Больший букет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Таким образом, изволение Божье относится не только к детям обетования, но и к плотским детям. Бог позволяет им родиться, потому что и на них у Бога планы. Бог допускает рождение некоторых детей среди неверующих, потому что через них Он также исполнит свою волю, которую не могут исполнить праведники. Другим детям среди неверующих Бог позволяет родиться, потому что Он хочет призвать их к себе и знает, что эти дети откликнутся. Так, например, Иефаи родился у блудницы, однако Бог избрал его, и на нем пребывал Дух Господень, и таких всеразличных причин может быть масса, о которых знает только Бог. Для ясности, я не придерживаюсь кальвинизма, но это отдельная тема. Итак, когда речь заходит о людях, все становится гораздо глубже, чем просто закон сеяния и жатвы, ведь очевидно, что закон сеяния и жатвы не всегда работает среди неверующих. Статистика говорит, что в 20-30% случаев бесплодия причину бесплодия установить не удается. Статистика немного варьируется в зависимости от регионов, то есть пара физически здорова, и у нее не наблюдается никаких отклонений от нормы, однако они не могут иметь детей. Знаете почему? Потому что Библия многократно повторяет нам, что женская утроба во власти Бога, родить ребенка – это не то же самое, что и семечку в землю посадить. Бог может закрыть утробу по множеству разных причин, вот одна из них. Левит, глава 20, стих 20. Если человек переспит с женой дяди, он опозорил своего дядю. Они будут виновны и умрут бездетными. Итак, подводя итоги, можно сказать, что если у неверующих дети рождаются, и это не происходит без изволения Бога, то тем более у верующих это не просто закон сияния и жатвы, но по воле Божьей рождаются дети обетования. В заключении я затрону последний аргумент. Некоторые люди говорят, не приводите нам примеры из семьи Авраама, Исаака и Иакова, или других ветхозаветных семей. Потому что в те времена были другие законы, было распространено многоженство и так далее, ведь мы же сегодня не имеем несколько жен, подобно тому, как их имел Иаков. Поэтому эти примеры для нас неактуальны в плане семейной жизни, говорят они. Но говорящие так упускают несколько деталей. Во-первых, сам Павел, выстраивая новозаветную доктрину о детях обетования, ссылается на эти ветхозаветные примеры Авраама, Исаака и Иакова, как на актуальные. Почему? Потому что они раскрывают Божьи прицепы относительно того, как Бог действует внутри Божьей семьи. Во-вторых, у Исаака была одна жена, однако и в его семье Бог регулировал деторождаемость. Бог открыл чрево Ревеки, и она забеременела близнецами. Поэтому тут играет роль не количество жен, а законный брак. Бог действует внутри законного брака. В-третьих, Бог является регулятором деторождаемости, потому что это часть его природы, а не потому, что это связано было с Ветхим Заветом. Он, тот, кто дает жизнь, он привлекает к себе людей и дает им жизнь, когда они рождаются свыше, и они становятся частью детей обетования. Он также и дает физическую жизнь. Он не только открывает и закрывает чрево, дает силы рожать или не дает, но он и регулирует сам процесс развития плода. Или, как сказал Давид в 138-м псалме в 13-м стихе, «Ибо ты устроил внутренности моей и соткал меня во чреве матери моей». Он настолько глубоко вовлечен в процесс деторождения по одной простой причине, потому что он сам отец, дающий жизнь всему. Христианские семьи, которые сами планируют деторождение, в действительности говорят Богу следующее. Когда мы захотим детей, ты должен будешь прийти и дать беременность жене. Ты должен будешь развить плод в очреве жены, и ты должен будешь дать силы жене родить этого ребенка. А когда мы не будем хотеть детей, стой в стороне, до следующего раза, когда мы снова захотим, если вообще захотим. Фактически, Бог у таких христиан – это Бог на побегушках. Такие христиане должны благодарить Бога за его великую милость, за то, что он вообще дал им хотя бы одного ребенка, которого мог и не дать. И так, можно было бы дальше развивать это еще детальнее, приводя многие другие места Писания, потому что Библия вопиет этой истиной. Но я думаю, этого достаточно для тех людей, у которых действительно есть разум. Деторождение всегда было великим благословением для Божьего народа. Это было славой для них. Но Божий народ ударился в непотребство, осквернил свое ложе нечистотой и обокрал Божий колчан. Когда народ Божий поступал таким образом, то Бог отнимал у них тех единственных детей, которых они имели, и закрывал их у тробы, чтобы они вообще больше не имели детей, дабы в наказании были видны те грехи, которыми они согрешали. Или, как сказано в Осии, глава 9, стихи с 9 по 14. «Глубоко упали они, развратились, как во дни гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их, как виноград в пустыне я нашел Израиля. Как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее, увидел я отцов ваших». Но они пошли к Ваалфи гору и предались по стыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. «Дай им, Господи, что ты дашь им? Дай ему трубу нерождающую и сухие сосцы». Субтитры создавал DimaTorzok